Всем привет! Это история от анонима. Сейчас я читаю ее письмо, дам в видеоформате ответ. Если вам это понравится, подписывайтесь на канал. В инфобоксе есть ссылка на почту. Присылайте ваши истории для ответа в видеоформате анонимном. Или можете записаться на индивидуальную ко мне консультацию психологическую. Давайте приступим. Здравствуйте, Галина. Интересно слушать ваш комментарий. Но не думаю, что моя история какая-то будет особенная выделяться среди многих, которые вам присылали. Мне 30 лет, я живу в Новой Зеландии. И работаю я лаборантом. Мы разъехались с мужем в процессе развода, нахожусь. И я поехала в Турцию, в Бодрум на 5 дней для отдыха, чтобы встретиться там с мамой, с папой, которые на данный момент живут в России. Так вот, в Бодруме один из официантов как-то заговорил со мной, пока я ждала родителей за столом. Он спросил, откуда я, почему? Потому что я говорила с персоналом на английском, а с родителями на русском языке. Мы обменяли с ним парой фраз. Потом общение было, как и с официантом, ничего больше. Он подходил, я что-то просила, говорила спасибо, всё. И как-то он спросил моё имя. Потом снова профессиональное общение, никакого личного. Но он всегда подходил сразу же, как я появлялась, спрашивал, нужно ли мне что-то и так далее. То есть девушка чувствовала какие-то знаки, условно, внимания, да? Затем он оставил записку с его номером телефона. Я потом перебрала с алкоголем в тот день и зачем-то написала ему привет. В тот момент я ничего не осознавала, но он был единственным работником отеля, взгляда которого я избегала. Я всегда отворачивалась, смущалась, не могла на него смотреть. Часто уходила, когда он появлялся. Но всё это происходило как-то неосознанно. Помню, мама спрашивала, почему я веду себя так странно. И даже сама себе я это ничего не могла объяснить. Но мне никто не нравился, и я не искала ничего, никаких отношений. Я просто общалась с родителями на отдыхе. Планов и знакомств у меня никаких не было. В итоге он предложил мне встретиться. Я показала маме сообщение, чтобы посмеяться. Она сказала, что ей нравится, очень милый, симпатичный. И спросила меня, пойду я с ним навстречу или нет. Я ответила тогда ему, что встретиться ненадолго, чтобы просто пообщаться, поболтать, в принципе, можно. В итоге наша встреча состоялась. Он повез меня в какой-то ресторан на берегу моря с красивым видом, шикарным. Я пыталась сдержать дружескую беседу. Говорили про языки, про культуру, менталитет и тому подобное. Он сказал, что на 10 лет меня старше, что он был в браке с немкой, жил в Германии, прожил он там 8 лет. И когда случилось землетрясение, он вернулся помогать семье и в итоге решил расстаться с женой и остаться на родине в Турции. Я так понимаю, он до сих пор женат, возможно, не разводился. Он начал зачем-то доставать ему какие-то документы, то ли вид на жительство немецкий, то ли турецкий. Я, честно говоря, не смотрела, и мне это было вообще неинтересно. Мы долго говорили про эмиграцию, культурные различия и тому подобное. Он подробно объяснял, как его брак не сложился, что она была карьеристка, не хотела детей и тому подобное. Я все это слушала и думала, что, скорее всего, мне сказки заливают. И все это, конечно же, несерьезно. Я просто хорошо провела время, мы много смеялись, с ним было интересно разговаривать. Он попросил обнять меня на прощание. В течение моего отпуска, а потом мы еще пару раз гуляли и ходили на концерт ночью под открытым небом. Мы поцеловались. Он начал как-то намекать на что-то большее, я отказалась. Сказала, что пардон, у меня один мужчина был до этого, я так не могу, я его знаю меньше недели. Он, в свою очередь, извинился и больше не поднимал эту тему вообще, никак на меня не давил. На следующий день мы еще погуляли утром. Он пришел пораньше на работу, чтобы со мной попрощаться. И вот на данный момент прошло около двух недель. Он очень активно пишет. Я бы соврала, если бы сказала, что я ничего, никаких эмоций к нему не испытываю. Но я продолжаю говорить себе сама, что это все неправда. Мне ездят по ушам. Но он же работник отеля. У него там целый гарем. Но чем больше мы общались, тем сложнее мне становилось самой себе верить, что он в меня врет. Мне хотелось все больше и больше ему доверять. Спасибо большое за ваш труд, Галина, за то, что потратили время на меня и для того, чтобы прочесть это письмо. Мне бы хотелось, чтобы вы дали мне какой-то комментарий по написанному. Смотрите, вы, знаете, в самом начале стоите. Многие могут сказать, что ну да, это что хотела. Скорее всего, это вранье, это курортник, это схема. Вы сейчас, по сути, нам написали, мне для комментария, и почитать комментарии, что напишут другие люди под видео, для разрешения. Снять с себя некий запрет, чтобы услышать, что можно попробовать, если хочется, что ничего там страшного нет. Разрешить через другие, скажем так, лиц, разрешить себе чувства, эмоции, влюбленность и так далее. Если мы берем объективно, конечно же, это типичный курортный роман. И даже если там без интима и всего прочего, он так и начинается. Но я также могу сказать, у меня есть истории моих знакомых, у которых все закончилось свадьбы, хорошо живут, никто не изменяет, не гуляет. Там куча баб у него какой-то не было, познакомились на курорте. Такие истории тоже есть. То есть у меня здесь пока что нет ваших исходных данных, никаких подозрений, догадок, что это все плохо, ничего не выгорит. Точно предатель, точно конвейер, точно курортник и романтика. Вот это вся фальшивая для какого-то только интима. Давайте мы просто позволим себе, вы себе в первую очередь, позволите расслабиться. А пристанете себя ограничивать. Позвольте себе эмоции. У вас есть определенные взгляды, как вы сказали, у меня был только один мужчина, я вот в разводе, в бракоразводном процессе и так далее. Отнеситесь к этому просто легко. Мне с ним легко общаться. Мне с ним приятно. Мне нравится, что он пишет смс-ки. Мне нравится внимание мужчины к себе. И это окей. Вы были в браке, вы сейчас в бракоразводном процессе, вам нужно внимание мужчин. Воспримите это как реабилитация, адаптация после долгих отношений, после проблемных отношений, раз они не заканчиваются, значит, пошло не так, да? Ну, условно, разлюбили друг друга. Почувствуйте себя женщиной, королевой, которую любят, дают внимание. Испытывайте счастье, это гормон. Но, вот на что обращаем внимание? Пересмотрите кучу наших видео здесь на канале, истории вот этих. Вы четко поймете, на что обращать внимание. Я вам вкратце дам общую информацию. Первое. Если он меня куда-то ждет, я не с тремя голову лечу, а подстраиваю это под свой график, под свое время. Возможно, он где-то, потому что я нуждаюсь, я не могу оплатить себе поездку. Но если 50 на 50, то было бы неплохо, это показатель, что он заинтересован. Что я не, как все другие бабы в течение отпуска, которые ему летом сейчас начнут приезжать раз в две недели, каждая новая, за свои деньги, чтобы его развлекать. То есть у вас должны быть какие-то критерии. Что вы себе разрешаете, позволяете, а что нет. Но это не говорит о том, что вы себе полностью, 100% баста, закрываете, вырезаете доступ к эмоциям, к чувствам. Отнеситесь к этому легкомысленно, с эмоциями. С реабилитацией, как я уже сказала, от своего прошлого. Отдохните душой. Развлекитесь, получите эмоции. Вот вы переписываетесь, не говорит о том, что вы должны к нему ехать, тратить деньги, возвращаться. Имейте этот флирт. Берите здесь вот эти сливки. Кайфуйте, получайте эмоции. Бегайте с бабочками в животе, наслаждайтесь. А вот если идет разговор, типа, приезжай, я по тебе соскучился, ну, дружок, 50 на 50, но у официанта в отеле, я уверена, не будет денег на 50% вашего приезда. Окей? Второе. Да, это опасно в том плане, что не та единственная любимая, а очередная, которая раз в неделю приезжает, у нее каждые две недели какие-то новые девушки. Вполне возможно. Риски эти есть. Ну, и общаясь, то есть вы общаетесь, не вкладывая семью, кино-домино, все такое серьезное, будущее, хотя он вообще с этого все будет в воду ушелить. На что я хочу обратить ваше внимание именно из письма, с той информацией, которую вы о нем сказали. Это для размышлений, рассуждений. И для девочек, которые могут в это попасть, обратите внимание, что он начал сразу делать. Вот я здесь вижу конкретного курортника, который правильно закидывает удочки. Ну, во-первых, если он на 10 лет старше, ну, увы, в разводе, условно вам 30 лет, ему 40 лет. Чувак в 40 лет работает официантом. Я не говорю, что это плохо, любая работа хороша, никакого осуждения или чего-то, но он большего не достиг. Больше, чем официантом. Да, он недавно там переехал год назад, когда землетрясение было, ну, простите, 40 лет. Можно что-то поинтереснее. Туристическая курортная работа для парней молодых, студентов или недавно окончивших ли без образования, для молодых. Либо совсем уже взрослых пожилых, которые вообще себя не реализуют, и они ничего не хотят, им надо просто выйти заработать деньги. И такие взрослые уже официанты, работники отеля тоже есть. Но это когда человек уже не собирается ничего достигать, у него моторчика внутри этого нет, он просто безопасно, спокойно живет, ему просто нужна зарплата. Но вот этот средний возраст активный, в котором он должен быть, это работа такая себе, да, а не про стремление и так далее. Возможно, ему очень удобно получать зарплату, и плюс еще девок, простите, меняет каждые несколько недель. Класс, поднимает свою самооценку. Вот, скорее всего, если мы берем 40-летний возраст, это вот про вот эту историю. Вы ушки на макушке просто держите, что я вам рассказываю про менталитет. Что он начал делать? Он сразу у нас плохая жена ее грязью поливает. Возможно, там где-то не развелся. Скорее всего, так и есть. Он уже скатался за границу, там не остался. Он там не закрепился, он там себя не нашел, он там не порвал, не знаю, 10 грелок вообще зубами, чтобы вцепиться, развитие, деньги. Там уровень жизни выше, чем сейчас в Турции. Там можно зарабатывать больше, если ты хочешь. У меня тоже есть родственники, знакомые, которые живут в Германии, турки. Я знаю, о чем говорю. Кто хочет работать, работу найдет всегда. О чем это говорит? Окей, он уже как Альфонс скатался, он уже женился, он уже вернулся. Его там, видимо, поперли, скорее всего. А землетрясение – это такое классная отмазка, назовем так, окей? Скорее всего. Сейчас в этой истории очень многие мужчины пользуются, курортники. Про это несчастное землетрясение, что-то его пожалело, бедное несчастное, всю жизнь его перевернуло, вся эта история. Хотя он к этому может вообще даже отношений не иметь на самом деле. Так вот, он начал что, доставать какие-то документы? Что делать? Что вы точно ему поверили? Он постарался максимально протекцию себе создать, чтобы вы документики, а вы не начали, не велись на это, не смотрели, вам это было интересно, вообще не ваш настрой. Так что, моя дорогая, я хочу, чтобы вы обратили на это внимание, то, что он тыкал документы в лицо, постарался максимально подтвердить, что он типа не врет. Вот так делают лжецы, тот, кто врет, потому что ему хочется, чтобы ему доверяли, чтобы его лапшу с ушей потребляли. Вот и все. Поэтому вы общаться поверхностно с эмоциями можете, я даже рекомендую, это приятная таблетка, эликсир сейчас для вашей самооценки. Ничего серьезного, никаких денег не отправляем, за свой счет, никуда повторно не летим. Я даже могу пропрогнозировать, он будет рассказывать, как он вас любит, скучает, какая вы классная, замечательная, пихать какие-то тоже опять документы, говорить про все серьезное, про свадьбу, замужество и всякое такое прочее дальше. И для вас в этой ситуации главный показатель 50% хотя бы погашения вашей поездки, ваших билетов. Он это сделает, но это, скорее всего, уже не курортник, к которому каждые две недели прилетают девчонки из разных стран за свой счет. Мой вывод вот такой, сухой, возможно, предвзятый, я не хочу верить в сказки, я говорю так, как есть, чтобы вы потом не плакали, не грызли локти и не разочаровывались. Вот такие дела. Спасибо большое за внимание, это мой такой вердикт вам. Кто хочет получить видео-ответ в формате на канале на свою анонимную историю, пишите на почту, она в инфобоксе. Кто хочет записаться на индивидуальную частную консультацию со мной как психологом, пожалуйста, также на почту, тема, письма, консультация, я вам вышли условия. Спасибо за ваше внимание, жду ваших комментариев под видео, что вы думаете по этой истории. Скоро увидимся, всем пока.